Совка на подсолнечнике. Подсолнечник – это культурное растение-однолетник, характерными особенностями которого являются высота и мощность стебля. Корневая система сильная, погружается на несколько метров в слои почвы, в диаметре боковые корешки достигают около двух метров. Стебель растения крепкий и мясистый, но сердцевина рыхлая. На одном стебле может формироваться от 15 до 35 листьев. На ощупь они шершавые кончики заостренные. На вершине побега формируется крупное соцветие, окруженное листьями зеленого окраса. К сожалению, даже на такое мощное растение порой нападают вредители. Именно о них и пойдет речь в данной статье. Совка на подсолнечнике. Описание следует начать с того, что из всего семейства совок самый большой ущерб сельскохозяйственным угодьям наносит хлопчатая полевая. Люцерновая и полыньевая совки. Абсолютное большинство разновидностей развивается до трех поколений. Для справки, в мире известно около 35 тысяч видов потенциально до 100 тысяч и 4200 родов в составе понимаемого в широком объеме семействе ноктуида совки. Классификация данного семейства находится в стадии становления, поэтому одну и ту же бабочку порой называют по-разному. Совка в рамках данной статьи. Подсолнечниковая совка – это полыньевая разновидность бабочки. Именно она вредит полям подсолнечников в большей мере. Кроме того, в южных регионах нередко на подсолнечнике появляется хлопковая совка. Меры борьбы против них аналогичны. Первое поколение совки в большей степени развивается на сорной траве и является не таким вредоносным из-за незначительного количества. Больше всего вреда всходам и взрослым растениям наносит второе и третье поколения, которые при благоприятных погодных условиях развиваются. В конце июля – начале августа. Учитывая, что в течение вегетационного периода растений численность совки существенно возрастает как раз к периоду формирования корзинки. Подсолнуха – вред от данного насекомого порой бывает катастрофический. Опасность насекомого состоит в том, что оно питается соком подсолнуха, а также его мягкими тканями. Если не предпринять необходимые меры, растения погибнут. Корзинка подсолнуха – больше всего распространен вредитель в южной части Украины. Совка проходит несколько этапов своего развития – сначала яйца, затем гусеницы и, наконец, бабочка. Размах крыльев взрослой особи может достигать 40 мм. Передним крыльем свойственен желтый и серый окрас, а задние имеют полосы бордового цвета и темное бетно в самом центре. Гусеницы в длину достигают до 40 мм. Тело покрыто многочисленными небольшими шипами. Акрас может варьироваться от желтого и нежно-зеленого до бурого. Куколка зимует в земле. Меры борьбы с совкой на подсолнечнике. Гусеницы на подсолнечнике – это, к сожалению, не редкость, поэтому каждый агроном должен быть осведомлен о способах борьбы и мерах профилактики. Борьба с совкой на подсолнечнике ограничивается выполнением следующих манипуляций применения инсектицидов для подсолнечника на начальном этапе развития гусениц. Востребованные биопрепараты – концентрированный липидоцит, битоксибацилин. При необходимости повторное орошение проводят по истечению 7-10 дней. Большой популярностью среди химических препаратов пользуются – децис, ариева и шерпа. Инсектицидные препараты необходимо использовать строго в соответствии с прилагаемой инструкцией по применению. Тщательный осмотр посевов – использование феромонных ловушек при необходимости. Повторное орошение инсектицидами против совки. Меры профилактики – своевременное и регулярное удаление сорной травы, глубокая зяблевая вспашка, а также обработка междурядий. Профилактическое орошение растений биопрепаратами или химическими средствами. Другие вредители подсолнечника. Помимо совки существуют и другие насекомые, которые не против полакомиться подсолнухом. Важно, всегда проще предотвратить развитие недугов и нападок насекомых, нежели избавляться от проблемы. Следует строго выполнять все профилактические мероприятия, приобретать качественный посадочный материал и соблюдать правила его хранения. Заразиха на подсолнечнике – один из самых опасных вредителей и порой уничтожает урожай на 100%. Но это не вредитель насекомое, а паразитирующее растение, которое широко распространено по всему миру. В народе называется волчок. Самый эффективный способ борьбы – отдавать предпочтение гибридным сортам подсолнуха, которые устойчивы к паразиту. Заразиха на подсолнечнике – немаловажную роль также играет соблюдение правил севооборота, возделывания культур, которые угнетают развитие и роста заразихи. Если ситуация вышла из-под контроля, целесообразно использовать химический препарат под названием Евролайтинг. Луговой мотылек на подсолнечнике опасен в периоды увеличения своей численности происходит это приблизительно с интервалом в 10-12 лет. В эти годы показатели количества урожая меньше минимум на 60%. Высший порог вредности – более 10 особей на 1 квартал. М. Для предотвращения поражения насекомыми следует регулярно производить глубокую вспашку, обрабатывать грунт между рядами, удалять сорную. Траву и орошать растения почву химическими препаратами, например, липидоцидом и битоксицибалином. Луговой мотылек подсолнечниковая шипоноска – миниатюрный вредитель, рассмотреть которого сразу мало кому удается. Жук имеет черный окрас, покрыт серыми волосками небольшой длины. На брюшке расположен один большой шип, а усы подобны ниткам. Крылья короткие, не полностью прикрывают брюшку. Голова всегда опущена вниз, лапки окрашены в красновато-желтые тона. Результативными методами борьбы служит глубокая вспашка, регулярное, своевременное удаление сорной травы и остатков растений, орошение. Растения почвы химическими препаратами, например, фуфаноном, вантексом. Шипоноска усач подсолнечниковый способен достигать в длину 20 мм. Его тело покрыто множественными волосками желтого окраса. Личинки не имеют ног, имеют бледно-желтый окрас. Самки делают кладку во внутренней части себля подсолнечника. Для этого они предварительно выгрызают ткани побега, чтобы сформировалась площадка общим диаметром 6-8 мм с глубокой щелью в самом центре. Каждая самка откладывает приблизительно 50 яиц. Усач подсолнечниковой борьба с этим вредителей будет эффективна, если произвести посев в ранние сроки, во время среза отсветшей. Культуры делать это как можно ближе к земле, регулярно убирать ботву с полей, избавляться от сорной травы. Важно! Инсектициды не всегда эффективны в отношении данного вредителя. Огневка на подсолнечники способа борьбы могут не дать желаемого результата полностью обезопасить свои растения от этой напасти. Практически не представляется возможным. Самую высокую сопротивляемость к этому вредителю имеют гибридные сорта подсолнуха из панцирных сортов. Их посевной материал характеризуется крепкой внутренней оболочкой прогрызть, которой гусеницы не в состоянии. Подобный защитный панцирь формируется приблизительно через неделю после начала цветения. В итоге, насекомые питаются только листьями, зерна остаются невредимыми. Подсолнух – это непривередливое растение, которое под силу вырастить даже начинающему агроному, но предварительно стоит ознакомиться с перечнем болезней и вредителей, которым подвержена культура. Проблему всегда проще предотвратить, нежели избавляться от нее. Потому что бороться с большим количеством насекомых очень сложно. 0.0 Void Article Rating Субтитры создавал DimaTorzok